Привет! Приглашаю вас провести со мной книжные выходные. Ну, на самом деле, они будут, наверное, немножко не книжные, просто обо мне вы узнаете чуть получше, поближе. Допустим, то, что я занимаюсь конным спортом, и то, что я также ведущая коротких роликов про нижегородский метрополитен. Кстати, сегодня мы пойдем на ночную съемку, и я вас беру с собой. Наверное, со стороны выглядит так, как я в каких-то куражах или запросах, но я иду на конный спорт, а точнее выездку. Не знаю, получится ли мне что-то поснимать, но маленькие кадры я постараюсь ставить. И, наверное, прозвучала мега пафосно, то, что я занимаюсь конным спортом, но, на самом деле, я занимаюсь уже три месяца, два раза в неделю, и пока мои успехи достаточно скромные, только рысь и голубь. А сегодня это пятница, четыре часа вечера. Мой рабочий день закончился, и можно со спокойной душой уже отправиться пойти почитать. Кстати, очень часто в комментариях я получаю вопрос о том, что я живу как будто в библиотеке. Да, здесь три книжных стеллажа, но на самом деле их четыре, и они практически все заполнены, кроме вот этой паучки. Так или иначе, я думаю, вы их практически все видели в роликах, поэтому погнали просто читать. Да, у меня сегодня практически 24 часа без сна, потому что будут съемочки. И вот пока, чтобы отдохнуть, хоть немножко разгрузить мозг, я выбрала достаточно старую книжечку «Идеальная няня». Здесь немножко будет такого легкого, наверное, относительно детективчика. А молодая пара заводит детей, и чтобы выйти на работу, они ищут идеальную няню. Ну, первая же нам страница поиска в том, что все дети погибли, как это случилось. Я думаю, мы узнаем под этой обошкой. Черт, почему я всегда везде нахожу разные страйзики, а? Что за магия такая? Прошел час, и я прочитала 100 страниц «Идеальная няня». Книжка оказалась совершенно малышка, 220 страниц. Я думаю, сейчас все не следует, сейчас я дочитаю. И давайте немножко про мои краткие ощущения от книжки, что это вообще такое. Во-первых, это не детектив, это какая-то более психологическая драма с нарастающим напряжением, потому что мы прекрасно понимаем, какой у нас уже будет здесь финал. Ведь он нам говорится буквально на первых страницах, то есть все дети погибнут. И вот как мы к этому пришли, какие события к этому привели, что у нас за няня, какие у нее потаенные секреты, как относится к ней семья, в которой она приходит работать, как она полностью перевоспитывает детей. Обо всем этом мы узнаем на страницах данной книги. Но есть один маленький нюанс, так как очень маленький объем. Автор, хоть и уряд конкурсские премии, то есть это француженка, автор не раскрывает главных персонажей. Они для нас остаются немножко картонными. Но мать, точнее наша главная героиня, мать семейства, просто девушка, которая была в декрете и выходит на работу. Отец просто работает в индустрии продюсерской. И все. Каких-то особенных черт характера мы здесь не увидим. Черты характера нашей идеальной няни Луизы мы тоже не увидим. Дети, да, дети немножко здесь у нас рассказаны, как действующие персонажи, но тоже достаточно общими мазками и нету никакого-то углубленного. Все-таки с небольшими перерывами я дочитала «Идеальную няню». Книжка заняла у меня где-то плюс-минус полтора часа. И знаете, она могла бы быть просто потрясающе гениальной, если бы не ее объем. Обожаю конкурсскую премию, потому что французские авторы для меня это как отдельная эстетика. Просто в литературе они дают что-то невероятно новое, какое-то вдохновение. И обычно у них необычные сюжеты. Извините за такую интересную тавтологию. Но здесь из-за того, что очень маленький объем, ты не проникаешься персонажами, это скорее даже повесть. Ты не вникаешь в суть семьи, какие у них проблемы, в чем и потребности, как они живут. Ты просто смотришь, как все это происходит. На самом деле, если у вас есть такая возможность, не читайте. Если у вас есть на полке, вы просто очень хорошо проведете вечерок, но не более. Так что, не знаю, решайте. Абсолютно проходная книжка. Но я буду продолжать знакомиться с гангурской премией. Я хотела положить книжку на вот эту полку и поняла то, что здесь огромный бардак, потому что здесь мои последние книжные покупки. Это вот это подарки от мужа. Мои последние книжные покупки, которые хотелось бы прочитать. И книжные покупки за последнее время. И вот тут наверху уже прочитанные книжки. Что же выбрать дальше? Все так же хочу прочитать Кроху. Купила ее в Москве на книжном развале, когда была в Москве вообще по моим проездам. Даже не помню, зачем туда ездили. Снежинку ли почитать. Или может рай. Между двумя этими книжками типа, думаю. Или когда не знала. Так, время 18.40. Я думаю, наверное, это хорошее время, потому что нет еще пока мужа. Я могу заходить в Азон в соседний дом, забрать свои новые книжечки и ботиночки. Наверное, это отличная идея. Погнали. И, наверное, у меня странный выбор книжек. Это очередная часть сверхъестественного. И от автора Человек-Комбини я решила почитать еще одну книжку, потому что Человек-Комбини прочитала буквально на днях. И мне безумно сильно понравилось. Даже пока не читала аннотацию, просто автоматом положила в корзину и вот купила. Вот так выглядит мое пополнение при свете дня. Ну, я думаю, тут говорить не о чем. А вот эта мадам, наверное, стоит своего времени, чтобы ее изучить и снова посмотреть, что же там интересненького. Ну, а первое, давайте ее сравним с Человек-Комбини. И она в разы меньше, потому что, я думаю, тут все прекрасно очевидно. Клапан, клапан. Немножко официальный перевод японского. Официальный. Не написано то, что официальный перевод японского. Видимо, в этом издании к этой книжке уже не помогала японская ассоциация. Нет, я, по крайней мере, такого не вижу. Что ж, мне кажется, здесь будет какой-то снова интересный все реализм. Даже, возможно, какой-то японский постмодерн. Потому что вот это было что-то невероятное, особенно в конце. Ну, а вот беда. Я прямо сейчас не хочу ничего читать. И, видимо, идеальная няня меня учитала. Есть такой у меня термин, то, что я пока не хочу читать. Лучше я потоплю в интернетике и посмотрю, что-нибудь на лайфлибе. Может, интересно, какие-то книжечки. Да, самое время покупать новые книжки, потому что, видите, это я уже забрала. Это уже не считается. И впереди скоро новый месяц, и это тоже все обнуляется. Суббота, 0.33. И буквально через пару минут мы спустимся под землю и посмотрим, как устроен тоннель на станции Стрелка. И, в принципе, вот так вот это все выглядит. Платформа самостанции, Стрелка, рельсы, контактные рельсы. И мы находимся как раз практически на путях. Уже суббота, 12 дня. Я немножко такая сонная после ночной съемки. Успела просчитать еще 50 страниц Галиной. Очень тяжело она пишет. Такая своеобразная вещь. У нее малая глуша. Сюжет у нас идет вокруг порта, где происходят какие-то странные мистические события, как будто какой-то вирус занесли, судя по моим ощущениям. Ну, будем читать дальше, потому что у меня еще осталось 250 страничек, и мне кажется, там по-любому будет что-то интересное. Пока ощущения такие очень двоякие. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... О своих впечатлениях, наверное, расскажу прямо сейчас, потому что Малая Гуша делится на две части. Как бы две поиски, два романа. Это СС-2 и сама Малая Гуша. СС-2 это такая немножко фантастическая штука. Немножко расскажу про сюжет. Вот. СС-2 это специальный такой отдел при порте. И они занимаются там якобы переводом. И действие романа начинается с того, что нам приводят главную героиню, как в качестве сотрудника на должность машинистки и переводчика. Но отдел занимается далеко не портовыми штуками-дрюками, а очень странными какими-то мистическими вещами. Допустим, не забываем то, что это 80-е. И в то время всем прекрасно казалось, что за нами все следят, что пытаются сломать, разрушить планы на Олимпиаду, пытаются нанести различные какие-то удары по нашей стороне. И в то же время мы смотрим как раз именно наш этот срез. Гуан Геронич дает Анжелику, пользуется лаком для ногтей, и добавляет зеленый чернил, чтобы иметь специфические ногти. Как из-за женской зависти портится прическа, и все это возвращает нас к колоритам дуражного времени. И как раз в том самом порте СС-2 занимается тем, что проявляет на всякую нечисть и на некие подклады и какие-то сверхъестественные существа, которые могут вдруг наши враги страны нам передать. И одного такого они обнаружили, профукали, и он начинает охотиться за нашей главной героиней, назовем ее так, потому что там главные герои, абсолютно все сотрудники СС. И вот этот монстр, сверхъестественное существо, начинает охотиться за нашей главной героиней. И как все это разворачивается, с чем все это закончится. Было интересно снова окунаться в эту атмосферу. Вот. А сейчас я читаю Малую Глушу. У меня вот эту книжечку. Как раз она уже 130 страниц. Если так, предыдущая была 230, это 130. И нам рассказывает про мужчину, который только-только едет в село Малая Глуша. Он из большого города. Работал в министерстве снова морского селота. Это то, что я пока прочитала на 20 страницах. И вот в Малую Глушу не так легко добраться. Ему пока очень сильно катастрофически не везет. Посмотрим, что будет дальше. Да. А что они у нас делают? Я же в Викторской. Я купал. А, что я это пропустила? Люди показывают просто мне это. Мы же вместе с тобой сходили и разобрали. То есть, ты на лабиринцы заказывали где? Офигеть. Я просто взгляд бросила, такая, стихи Виктора Цоя. 82-90-е. Когда успели? Когда? Чего? Тут, по-моему, такого не было. Как-то незаметно для самой себя я дочитала первую книжку. В данном сборнике Малая Глуша. И такие весьма неоднозначные ощущения. Потому что первая часть, которая рассказывает процесс, мне совершенно не понравилась. А вот сама Малая Глуша, то произведение, которое всего на 150 страниц. Это отличная такая альтернатива. Наверное, Иванова с его псоглавцами. Потому что те же самые псоглавцы здесь появляются у нас на страницах. Это такой роман путешествия по ту сторону реки, когда у нас идет загробная жизнь. И мы пытаемся навестить. Как мы пытаемся. То есть у нас герои пытаются навестить своих умерших родственников и пытаются их забрать. Естественно, вся эта история заканчивается тем, что мертвые должны оставаться мертвыми. И не стоит пытаться их как-то вернуть к жизни, их как-то оплакивать, вспоминать. Потрясающе был показан город самих мертвых. Потому что это обычный такой маленький сельский городок с пятиэтажками. Очень достаточно грустный, унылый. И дедушку, который мы оплакиваем, держим, они не могут уйти дальше. И они вот живут в этом самом городке. И мне кажется, что действительно это хорошая альтернатива для людей, которые любят фэнтези, фантастику и частично мифологию. Потому что у нас здесь есть и псоглавцы, которые у нас как раз выступают в роли посредника, проводника, чтобы попасть по ту сторону реки. И это самый рассказывается миф и легенда про первого псоглавца, который перенес Христа через реку и в результате перешел в христианство. Но меня очень сильно удручает вот эта первая обложка малой глуши. И мне кажется, если бы первоначально ее издавали в каком-то более интересном виде, возможно, какого-нибудь псоглавца бы изобразили, это было бы намного более эффектно. И Мария Галлина нашла бы больше своих почитателей, читателей. Вообще первая часть, точнее первая часть, я имею в виду то, что самая первая работа в этом томе, рассказывает про мифы, легенды Украины. То есть очень много интересных моментов. Вторая часть малой глуши прям полностью развивается на территории Украины. Украины это даже, скорее всего, Чернобыльская область, потому что даже через реку виден тот самый гриб после взрыва Чернобыльской АЭСки. То есть настолько все приземленно. И сами главные герои еще говорили о том, что где, если кроме как не здесь, должна была взорваться АЭСка, потому что здесь именно та сторона реки, и здесь именно находится то, так сказать, промежутие, куда дальше должны уходить души. Ну, а читать пока Галину я дальше не буду, потому что я не понимаю, кто читает на самом деле вот эти кирпичи, которые большое, в серии называются большие книги, очень неудобно держать, потому что у меня здесь 1130 страниц, и невероятно очень сильно отваливается рука, особенно когда ты читаешь в самом начале, тебе нужна определенно какая-то подставка, либо же исключительно использовать стол. Пока я дальше, наверное, отдохну, посчитать что-нибудь легонькое. Ну, а об этом чуть попозже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!